Мой взгляд на мое будущее, он был пропитан этим доверием отцу и вообще будущему самого. Потому что я со всеми болячками своими всегда приходил к отцу в этом возрасте 6-7 лет. Потом оно ушло, растворилось. Когда я воровал, грабил и убивал людей, его отношение ко мне не менялось. Он любил меня даже тогда, когда я это делал. Все. Конец. Страшно. А мне страшно. Я первый раз попал в тюрьму 15 лет. Разбой и мошенничество. Был тогда ГУМ, такой магазин. И там было много спекулянтов. Ну мы кого могли обмануть, обманули. Кого могли ограбить, ограбили. Продавали эти джинсы другим спекулянтам. Это был 1982 год. И я считал это вообще нормально. Мне нужен был повод. Я его удобно получил от того, что общество несправедливо. Социализм врет. Уголовный кодекс врет. Можно все. Ну пока можно все не звучало, но какие-то вещи же можно. Почему не отнять джинсы? Не подать другим? Были достаточные средства, чтобы позволить себе то, что не могли позволить взрослые люди. Поездки на такси, съем квартиры, покупка машины, дорогая одежда. Интерес девчонок, взрослых к тебе сразу. Восхищение товарищей за дерзкие поступки. Потому что мы, конечно, налетали как саранча. Так вот начиналось. Ты бываешь дома только с утра и только в конце дня. И практически он исчезает из твоей жизни, когда можно не то что там воспитать, а наблюдать за ним и как-то там аккуратно поправлять. То есть в конце концов ты сталкиваешься с итогом, с результатом дня. И эти результаты, эти итоги, они не утешали. Не утешали. Хотя где старался, я везде его брал с собой. Они не утешали. Я потом понимал уже, что отец испытывал дискомфорт с семьей. Мама, она была как бы на другой планете. Ее это не касалось. Ни дискомфорт, ни планета отца. Но больше тогда был как бы отец. А когда он отключился от связи, это было, наверное, лет 8-9. Он стал отключаться от меня. То есть он был, он проявлял заботу, внимание о моем развитии. Говорил какие-то вещи интересные. Придумывал интересные вещи. Но его уже не было. Не было чувства его присутствия. С чего началась череда ошибок? Однозначного поступка я так и не нашел в своей памяти. Сетка мелкой серой лжи. По чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Все хуже, хуже, хуже. Я сейчас понимаю, у меня в детстве не было механизмов, как вернуть себя в круг назад с людьми. Потому что я украл первые деньги лет в 11-12. Я стал совершать первые такие серьезные поступки на лжи. И лгать. Уже так стратегически. Уже в 12-13 лет. Если принимаете эту формулу дома, как душа, и то, где нас любят, место, я шел снег точно так. Я шел снег. Это, в основном, наверное, моя вина. Если б я мог предположить, чем это закончится. Предвидеть. Если б я мог это предположить, конечно, это было бы, может быть, по-другому. Я помню эти моменты, когда я мог остановиться еще. Но я выбрал вот эту неизвестность. Вот этот вот драйв неизвестности и какой-то вот прям бесконечности в новых ощущениях. И я получил за это. Когда я приехал в лагерь, мне было страшно. Мне было страшно первые там 2-3 месяца. Там были очень жесткие условия, и там нельзя было направо-налево. Там даже нельзя было посмотреть не в ту сторону. Это было первое где-то несколько месяцев. А потом просто это рутина. Ты ко всему привыкаешь. Страх размылся, и я спокойно вышел, четко понимая, что я эту жизнь буду менять. Да, я говорил, я вернусь в это. Я на вопреки всему этому вернусь. Я выстою, я освобожусь, я закончу институт или там училище. Я найду работу, я буду жить на 90 рублей в месяц. И выйдя, я стал выполнять это. Другого прошлого мне хватило ненадолго. Мне было тогда 19 лет. За окном идет стройка, работает кран. И закрыт пятый год, все углом ресторана. На столе стоит банка, а в банке тюльпана на окне стакан. И так и тут за годом год, так и жизнь пройдет. И в сотый раз маслом вниз упадет. Утр бротно может будет, хоть день, может будет, хоть час, когда нам повезет. Я жду ответов. Больше надежд нету. Он мне ни слова не сказал про взрыв. Я был в сознании, я не видел ни коридоров, ни существ никаких. Я был в темноте, и я чувствовал. Я понимал, что мое сердце остановилось. Я понимал, что я умер. Я понимал, что врачи уже меня штопают и увозят в морг. Я это все понимал. То есть я не видел, но я понимал, что вокруг происходит. И в то же время моя душа была там, где уже нет никакого будущего. Там все хуже и хуже. И так будет всегда. И это я понял. Ну вот это и есть, я так думаю, что преддверие ада. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Он мне скажет вот такое, что меня повернет, поддержит как-то. Но я это ждал невозможно. Он со мной встретился тогда. С болью на меня посмотрел, я помню. А я ему тоже что-то несу о том, что я там избранный. Я еле хожу там на костылях после взрыва. Я в розыске. Плюс еще мне надо доделать, разобраться с теми, кто со мной разобрался. Я весь такой на ненависти. Говорю, я избранный от Бога. Мы сейчас все порешаем. Вот он тогда с болью как-то меня так посмотрел, сказал, ну ладно, давай. Я ему сказал, если ты хочешь уйти, то иди через Бога, иди к Нему, иди в монастырь, иди куда хочешь, иди в церковь, но ты ко мне не приезжай, потому что ты мне не даешь жить. По-настоящему точку невозврата я прошел в 94-м году, и уже находясь в тюрьме, я помню это ощущение горы, на которой ты один, над тобой никого нет. И у тебя уже не то, что ты не слышишь совесть, все-таки, когда я не слышу совесть, она дает о себе знать другими способами, а тут ее нет просто. То есть все умолкло, все сомнения, все упреки внутренние, полная тишина, абсолютно покой. И вот это была точка невозврата. Я чем дальше от этой черты отхожу, тем я больше понимаю, что я не сам вернулся. И я был там, где, в принципе, в новом далеке, оттуда не возвращаются. Музыка 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 Сам проснулся. Ну давай, по Юпитере. Семи коров 180 литров. Получается сколько? 25 почти, да? 25 литров. В среднем нарыло. Когда я это освоил, стал сносно доить двух-трех коров, это превратилось в послушание. И, конечно же, вставать 4.15 и 4.25, выходить на дойку уже не хотелось. Не хотелось в душное лето, в час дня заходить до этих днем. И так же не хотелось вечером. Руки уставали. Но я это делал. Я это делал. А я заходил, там все стояло на выносе. Препарат пирамин турбо 5 столовых ложек на 10 литров. Допрыскаете свеколочку, ладно? И нежно присыпал. Аккуратненько. Я уважал отца Захария. Я видел, как он ко мне проявляет заботу. Не хотелось его подержать. А ему дойеры нужны были трезвые. А я уже более-менее мог держаться там по полтора, по два месяца не пить здесь. Что делать с бочками? Опорожнять? Опорожнять. А куда? Это шкурку? А, это вода просто? Да, это просто вода. Я все терпеть не мог. Вообще ничего терпеть не мог. Потому что у меня были здесь косяки. Я здесь оказывался пьяный, приезжал. Один раз я там что-то нахимичил с деньгами опять, но признался, что он мне простил, но вычел зарплату. Другой раз я что-то еще сделал не так. И всегда была строгость, но всегда было прощение. Я не знаю насчет единственного зерна, но то, что он один из тех людей, которые показали мне, как строгость, с любовью может уживаться, это точно. В поиске был человек, может быть, человек себе реальность какую-то формировал. Дело, если это честно, ну, Господь и привел его. Честно заблуждался. Я верю в такие вот вещи. Честно верил в не то, что надо. Господь подвел туда, куда стоит. Ну и потом покаянные моменты. Их ничем не заменить, когда человек кается, преображается. По-моему, греческое покаяние – это изменение ума. Но это же видно. Субтитры добавил DimaTorzok Но раскаяние началось с другого момента. И я стал просить у Бога, чтобы он мне показал, как он ко мне относится. Я ему сказал примерно так. Господи, я знаю, что ты меня любишь, но мое сердце тебе не доверяет. Покажи мне, как ты ко мне относишься. Я лег на диван, включил какой-то семейный фильм. Время было два ночи. И вдруг я стал чувствовать, как ко мне относились родители. Первое, что я почувствовал, я вспомнил то чувство, которое я имел у ребенка. Как они меня любят. Как меня любил отец, как мать. Вплоть до запаха даже пота родителей. Потом я стал чувствовать, как ко мне относится мой ребенок, моя жена, мои товарищи. Сашка, Шанаев. И вдруг прозвучала мысль. Вот так. Вот так. Накануне этого письма у меня глубоко уже сидела мысль, что надо его искать. И тут вот буквально тот, как сон в руку. Открываю ящик. Какой-то бланк конверта, налоговая инспекция, там что-то такое. Думаю, что такое. Включаюсь. Потом почерк смотрю, знакомый вскрываю. Папа, здравствуй. Это Андрей. Прошу прощения, что проявляю, может быть, некорректную инициативу. Но дни короткие. Время проходит. А я опасаюсь не передать тебе то, что должен. Не очень хотелось бы встретиться с тобой. Пожалуйста, не откажи, если будет малейшей возможности. Твой сын Андрей. Приводит к пониманию того, что Бог необходим для внутренних изменений. Каждый свой путь в этом. Боль. Невозможно жить уже с таким, какой ты есть на самом деле. Ты не можешь уже быть новым и не хочешь быть старым. Тебе больно от того, какой ты старый. И тебе еще больнее от того, что ты не можешь стать другим. Вот эта боль, ты в этой боли начинаешь призывать. Господи, приди. Приди, прикоснись, измени. Только Бог может изменить. Только Сам. Когда Сам придет и что-то повернет, что-то включит. Вот так. Скорее, сейчас начнется бум. Не боись. Это бомба. Не бойся ничего. Когда огонь в руках у человека, ничего не бойся. Покаяние, покаяние, оно, конечно, не то, что преследует человека. Оно его побуждает к тому, чтобы он вернулся к истине. Несмотря на то, что, может быть, ему был нанесен какой-то там значимый вред. Он все равно, он тоже нуждается в отпущении грехов. Он тоже нуждается в этом. Без этого, без этого таких слез не будет. А слезы – это проявление реакции души. Вот я так понимаю. Это даже не физический фактор, не физиологический, что там облегчает и так далее. Слезы – это вот, да, просьба такая, да, просьба. И надежда на то, что он будет услышан. И он в это верит. Слезы – это проявление реакции. Слезы – это проявление реакции. Слезы – это проявление реакции.